Экономическое развитие, доступная медицина, современное образование и повышение уровня жизни как в городах, так и в сельских населенных пунктах – вот главные цели приоритетных национальных проектов. Под все эти цели заложены серьезные финансовые средства. Нужно сполна использовать открывшиеся возможности. О том, как реализуются задачи, намеченные в Краснодарском крае, речь шла на совещании у губернатора. На Кубани практически все государственные и муниципальные контракты на выполнение работ по национальным проектам уже заключены. Несмотря на пандемию, удалось выйти по освоению финансирования на уровень прошлого года. Уже освоенные, выделенные на год средства на 52%. Вениамин Кондратьев призвал всех собраться и наращивать темпы работ. Ведь до конца года предстоит освоить более 23 миллиардов рублей. Губернатор Кубани подчеркнул, что реализация жизненно важных проектов – задача общая и действовать нужно сообща. Мы не говорим о одной команде. Я считаю, что если в районе не работает, то есть не работает краевая команда. Тогда, пожалуйста, принять активное участие и активно проводить, чтобы вы принимали участие, особенно коллеги, в городе, в формировании муниципальных команд, чтобы решить те профессиональные команды, с которыми и вам, как бы она была, и тем, кто бьет с вами. А когда я еще скажу, мне подходит, что это они, а это мы не устраивали полностью, не устраивали. Все мы готовы целы. Все мы обращаем. Каждый национальный проект представляет большую ценность для кубанцев. Национальный проект – это новое качество жизни для миллионов жителей края. И в нашем муниципалитете их исполнение находится под постоянным контролем главы Славянского района Романа Синеговского. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены автобусы для четырех школ. Успешно реализуется проект образования. Обновлена материально-техническая база в ряде школ – это точки роста. Также обновляется база в трех школах для формирования современных технологических навыков. Средства на национальный проект «Жилье и городская среда» освоены уже на 75%. Национальный проект «Демография». За счет средств местного бюджета мы строим пристройки детским садам на сумму 7-6 миллионов рублей. Планируем ввести 140 мест. Проект будет реализован 25 декабря. Тоже проблем не вижу. Губернатор Кубани отметил, что есть реальная надежда на выполнение намеченного в муниципалитете. Улучшаем активизм в том, что ситуация на самом деле будет решена успехом. То есть это очень важно, чтобы... Формированию комфортной городской среды участники совещания уделили большое внимание. С 2017 по 2019 годы в крае уже благоустроено 700 общественных и дворовых территорий. Общий объем средств на реализацию составил 5 миллиардов 400 миллионов рублей. В целом работы на Кубани активизируются. За последний месяц освоено еще 12% годовых средств. Это хороший результат. И он будет развит дальнейшей напряженной работой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». И Aahle Вишневский.